Добрый вечер! Здравствуйте, уважаемые подписчики и здравствуйте, гости канала! Представляю новый рассказ под названием «Старый дом или дикая бригада». Все кадры и все фото будут соответствовать рассказу и будут посвящены дому на улице Станиславского под номером 3, о котором, собственно, и будет идти речь. Сейчас мы снова вступаем в смутное время. На моей памяти это происходит то ли в пятый, то ли в шестой раз. Вообще началось все это сразу в 92-м году и длится без малого уже 30 лет. Дабы сразу взять быка за рога, обозначу признаки этого явления или, так сказать, феномена. Смутное время – это такое время, в которое наиболее сложно найти хоть какую-то работу, и люди вынуждены идти на любое место, где платят какие-то деньги вовремя, поскольку в доброй республике Рашития можно отработать три месяца за какие-нибудь там пять тысяч и услышать от дятла сакраментальную фразу «Ты не прошел по конкурсу» или «Мы сегодня сокращаем всех стажеров» или «Ты не выполнил нужный объем работ». Система дармовой силы отработана давно и вариантов бесплатного труда на барина сколько угодно. Несмотря на принятие массы нужных законов, карающих нанимателя и сулящих работнику якобы кучу гарантий, из года в год так называемое «кидалово» нисколько не уменьшается. А наоборот, лишь усиливается благодаря полному отсутствию необходимых механизмов для адаптации всех этих актов законотворчества. В сущности, при наличии и отсутствии профсоюзов, все эти потуги – ничто иное, как пыль в глаза и втирание очков. Дешевая и никчемная инспекция по труду. Не более, чем декорация на мрачном феодальном мурле нашей бескрайней и такой равнодушной канты. Но начнем все же рассказ о временах давно прошедших, однако мало чем отличающихся от современности. Ибо ситуировано с работой остается все такой же оптимистичной, и если вы не хотите работать, допустим, в охране, продавцом или водителем, вы можете очень долго бегать по кругу, по кругу, без конца. И как там поется в песне «Машины времени» и «Нечем подстереть с лица». Итак, на дворе стоял 2001 год. И с работой дело обстояло немногим лучше, чем в только что завершившиеся 90-е годы. Я уныло стоял у стенда в центре занятости, который находился тогда на улице Аджоникидзе напротив оперного театра. И читал вывешенные объявления. Требовались охранники, кочегары, водители, грузчики, продавцы, плотники, сторожа, каменщики, сварщики. Все такие профессии, где надо вкалывать и вкалывать. Самые тяжелые, как говорится, низкоквалифицированные рабочие места. Ну а зарплаты, указанные на этих вакансиях, можно было охарактеризовать фразой, чтобы только с голоду не подохли. Вот, собственно, поэтому народу в зале было немного. Все жители Новосибирска давно знали хорошую работу, никогда не найти в центре занятости. А здесь можно лишь обрести место, куда, как говорится, можно приткнуться, если дела твои совсем плохи, и ты уже доедаешь последний хрен без соли. Так обстояло дело тогда, и думаю, оно обстоит так точно же и сейчас. Только в наши дни все эти объявления теперь размещают в интернете, на HeadHunter, допустим, на разных там сайтах, зарплата.ру и прочих. Ну а центры занятости, кстати говоря, сократили с тех пор в два раза, и теперь они обслуживают один на три района. Дескать, безработица у нас отступила, находится в районе 4% от числа всех занятых. Все эти смешные цифирки, которые давно не соответствуют реальности, рисуют чиновники, отвечающие за сферу занятости. И призванные, вроде как, помогать безработным. Ну а теперь ситуация просто стала вообще комичной, пособие составляет сумасшедшие полторы тысячи рублей в месяц. И отсюда желающих официально встать на учет с каждым годом становится все меньше. И именно поэтому число безработных якобы остается в норме. А сколько их на самом деле не знает никто. Да и можно уже откровенно сказать, что государство плюнуло на всех нас слюной. Я оторвался от чтения лесков на стенде и увидел какого-то парня примерно лет 23, а сам я в ту пору достиг уже возраста Иисуса Христа. И парень тот был плотного телосложения, а ростом, правда, 172 см, с модной шапкой на голове и в дубленке. На улице стоял февраль месяц. Работу ищешь сразу, перешел он к делу. Ну да. А что делать умеешь? А что надо? Разговор напоминал диалог в сумасшедшем доме. Но после 92-го года, когда все устои были давно разрушены, старые нормы преданы забвению, удивляться уже было нечем. Наниматели хотят найти каких-то супергероев, которые будут вкалывать им почти за даром. Причем по критериям их безумного дятловского мира. Это должны быть такие универсалы. Они будут класть кирпич, варить газосваркой, шпаклевать, штукатурить и класть плитку. И все это за какие-нибудь там 2-3 тысячи вубасов. На тот момент времени я уже отработал в одной дикой бригаде и научился шпаклевать и кое-как заделывать крупные дыры в стене. Еще мог красить и клеить обои. Но для таких вот деятелей это, конечно, было слишком мало. Ну а обучать нас они, конечно, и не собирались, как говорится. Ты должен уже все уметь, сразу и быстро. Но в разговоре с парнем выяснилось, что требуется рабочее на нулевой цикл. То есть для подготовки помещения к ремонту. Или, говоря простым языком, нужно было ободрать все стены, от извезки разобрать пол и ошкурить потолок. Самая грязная и пыльная работа. Ну, поскольку выбора тогда у меня не было, пришлось согласиться. Причем, полагаясь, лишь на слова парня, дескать, деньги-то он заплатит. Никакого договора, конечно же, не было. Сейчас я уже подзабыл, как я, собственно, намеревался узнать, кинет он меня или нет. И вот только написав первую часть рассказа, вспомнил. Нехитрая была, в общем-то, идея. Тогда я, собственно, для себя придумал такую сентенцию. Если через месяц не заплатят, то ждать я просто не буду ничего, соберусь и уйду. А другого, собственно, метода тогда и не было. В наши дни можно хотя бы пробить контору по антиджобу и разным там сайтам, где указываются такие вот, есть такой черный список работодателей, которые мне здорово помогают последние 7 лет. Все-таки теперь работника уже не так просто кинуть. Ну, конечно, если он владеет, хотя бы понимает, как можно в интернете это все узнать. Спасибо создателям антиджоба и подобных сайтов. Ну, а надеяться на воплощение наших рашетских законов можно еще очень долго. Если не хотите, чтобы вас кидали каждый раз, открывайте сайты и читайте, что пишут работники. Не ошибетесь. И вот таким образом я оказался уже во второй своей дикой бригаде, которая занималась как бы строительством. Но эта бригада, как я уже упоминал, занималась нулевым циклом. Кроме меня в ней участвовали два парня лет 18 на вид. Первый оказался таким худеньким, примерно лет 20 на вид, со скуластым лицом и пронзительными серыми глазами. Надо сказать, что носил он прямо какое-то раритетное имя Эльгар. Не Эльдар, а именно Эльгар. И до сей поры я так и не знаю, какой он, собственно, народности принадлежал. В интернете написано, что это вроде как азербайджанское имя, но по виду он явно не был азербайджанцем. Их сразу узнаешь по смуглой коже и акценту. А этот скорее напоминал татарина. Но что-то я не припомню у них таких имен. Расспрашивать Эльгара родословно я счел дурным тоном, и поэтому молча пожал ему руку при первом знакомстве и ограничился занесением такого редкого имени в книгу своей памяти. И теперь я ее оттуда извлек и подставил на ваш суд. Может быть, вы знаете больше меня? Тогда напишите в комментах свои сведения. Вторым напарником оказался Вася. Ну что тут сказать. Вася был крепыш, 170 сантиметров ростом и весом полноценных 70 килограмм. Балагур, оптимист, работал он на совесть. Однако же Эльгар вкалывал, словно черт в него вселился. Или в спине у него находился мотор на 20 лошадей. Так что вскоре Эльгар стал заметно опережать нас по метражу. И поскольку я был для него уже стар, то объектом насмешек и подтрунивания, конечно же, оказался для него никто иной, как Вася. В общем, мы неплохо сработались и вкалывали примерно от 10 утра до 18 вечера. Целыми днями обдирали стены, потолок. И в комнате, где мы работали, постоянно стояло облако пыли. Спустя какое-то время мы попросили у наших шефов респираторы, чтобы вся эта дрянь не осела в наших легких. Но это было бы полбеды. Поскольку мебели в квартире никакой не было, то вся наша одежда также покрывалась слоем пыли. В конце концов, пришлось принести огромные мешки целлофана и укрыть ими наши пуховики. Но назойливая пыль залезала и туда, просачивалась везде, где только можно. Да, забыл сказать, что наш объект находился в доме по улице Станиславского 3. Это огромный сталинский дом с аркой. Теперь там находится отделение Сбербанка и парикмахерская. Парикмахерская, кстати, существует там еще с советских времен. А вот что там еще располагалось, кроме нее, в 2001 году, теперь я уже не могу вспомнить. И Вася, и Эльгар были студенты, учились в одном вузе, не помню уж каком. И там же они нашли вот эту работу. Поскольку наниматели наши были также студенты последнего курса, организовавшие эту бригаду и еще несколько подобных. Парни эти явно были при деньгах и связях. Выяснилось, что платили они вовремя, могли даже дать аванс, если тебе надо было уж чересчур. Так что в этом плане мне повезло. Ну, а все остальное меня, конечно, мало устраивало. Я не знал, дадут ли нам второй объект, где он будет, сколько еще продлится эта работа. Да и вообще, как бы, нулевой цикл не устраивал ни меня, и ни тем более Васю с Эльгаром. Во время краткосрочных перекуров мы вели немудрящие разговоры. Впрочем, надо сказать, что скорее разговаривали Вася с Эльгаром, а я редко находил с ними общую тему. Вася все рассказывал о своих последних любовных приключениях с какой-то тамтаней, которую он сразу буквально покорил, и все у него получилось быстро и скоро. Однако, когда слишком быстро и скоро, то и конец, как говорится, наступает быстро. Вскоре девушка показала свой норов, и к концу нашей эпопеи на Станиславского, а длилась она примерно две недели, до начала марта, Васина любовь завершилась таким же треском, с каким он оторвал гардину от стены. Велигар про себя практически ничего не рассказывал, не интересовала его никакая любовь еще в то время, зато он постоянно акцентировал такую фразу. Когда же у меня-то будет такое БМВ? И он с вожделением смотрел на автомобиль, на котором приезжали наши начальники, и печально вздыхал. У меня его детская мечта вызывала невольную ухмылку, и, наконец, я сказал ему примерно так. «Тебе надо немного подождать, Ильгар, вот умрет твой дедушка в Америке, и тогда...» Он удивленно посмотрел на меня, не сразу вникнув в мой сарказм. Да, наверное, он так ничего и не понял. Молодежь теперь оболванена дешевыми книжонками, и свято верит, будто в Раши можно организовать свой бизнес и быстро подняться. И даже наглядный пример наших боссов не навел его ни на какие размышления. Как я и думал, парни эти были сыновьями каких-то там шишек, и денежки на скрутку дали им предки. Вот и все принципы нашего так называемого бизнеса. Однако время шло, мы уже ободрали две комнаты, а квартира была трехкомнатная, и в последний из них нас поджидал невероятный сюрприз, который запомнился нам всем надолго. Но в нем я расскажу уже во второй части рассказа. Оставайтесь на канале, всем удачи, пока!